И приступим к работе самой системы, где в первую очередь нам надо зарегистрироваться, ну а дальше следовать инструкциям, которые будут на экране. Итак, вводим логин, имейл и пароль. Я все это делаю вскоре и перейдем в раздел автора, хотя это не критично, можно и заказчика. Все потом можно изменить. На почту пришло письмо, которое уведомляет нас о том, что мы теперь являемся автором системы Qcomment. Точнее, у нас есть аккаунт, с которым мы можем работать под видом автора или заказчика. Далее следует обучение, которое я рекомендую пройти, чтобы понимать, как работает биржа, какие-то моменты интересные и так далее. Просмотр проекта. На странице доступна вся информация о проекте и заказчике перед началом работы. Вам необходимо ознакомиться с условиями задания. Продолжить. Подать жалобу, если проект нарушает правила биржи или заказчик без причины отклонил работу, отправляйте жалобу. Почему заказчик может без причины отклонить вашу работу? Ну, это случается крайне редко. Чаще заказчик просто не совсем понимает, где вы разместили его задание, как вы его выполнили. Без причины отклонения, скорее всего, будут очень редким явлением, поэтому не стоит по этому поводу переживать. Жмем продолжить черный список. Если вам не подходит проект, то вы можете добавить его в черный список, и он не будет отображаться. Можно добавить сразу все проекты заказчика в черный список. Это случай, если вы не хотите работать с заказчиком или проектами. Избранные проекты. Вы можете добавить проект в избранные для быстрого доступа. Перейти к избранным проектам можно с помощью меню справа вверху. Это проекты, которые вас заинтересовали. Информация о заказчике. Так же, как и вы, можете видеть информацию о заказчике. Заказчик может видеть информацию о вас. Наведите на иконку для просмотра информации о заказчике. Количество проектов, принятых и отклоненных работ. Вот такая вот пирамидка. И на нее нужно навести. Собственно, ничего сложного. Все проекты заказчика. Далее идет папочка. Нажмите для просмотра всех активных проектов заказчика. Если вас заинтересовал какой-либо проект заказчика, то, возможно, у него есть еще какие-либо проекты, в которых вы можете принять участие, выполнить работу по этим проектам и, соответственно, получить деньги. Нажмем продолжить. Заметка. Вы можете оставить заметки о заказчиках, которые будут видны только вам. То есть, например, заказчик доплачивает. Можно оставить заметку. И вы будете знать, что можно с ним работать или какие-то другие заметки. Итак, приступить после того, как вы ознакомились с условиями. Вам необходимо нажать кнопку «Приступить к выполнению проекта». Появится форма для отправки работы на проверку заказчику. Когда вы приступаете к проекту, для вас резервируется оплата. На выполнение дается определенное время, которое указано в задании. Поздравляем! Вы завершили обучение и теперь готовы зарабатывать деньги. Выполните три обучающих проекта, чтобы открыть доступ ко всем заданиям. Продолжение следует...